Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». Сегодня мы вам расскажем о пресс-туре главных редакторов средств массовой информации, входящих в структуру ТАТ-Медиа во главе с ее руководителем Айратом Зариповым. А также расскажем о продвижении Казанского федерального университета в рейтингах ARIES – Европейской научно-промышленной палаты. Первый телеканал сообщил о подготовке к запуску космической астрофизической обсерватории «Спектр рентген-гамма» Казанского федерального университета, задействованного в данном проекте. Знакомьтесь, новый главный врач университетской клиники Казанского федерального университета Сергей Осипов. Крупнейший международный педагогический форум соберется в этом году уже в пятый раз с 28 по 31 мая. И два лицея Казанского федерального университета вошли в сотню лучших средней школы России – IT-лицея Казанского федерального университета и лицея имени Николая Ивановича Лобачевского. ТАСС уполномочен заявить. Информационное ведущее агентство России говорит о том, что ученые Казанского федерального университета синтезировали наночастицы для адресной доставки лекарства в организм человека. 24 апреля 2019 года состоялся пресс-тур в Казанский федеральный университет главных редакторов средств массовой информации, входящих в структуру агентства ТАТМЕДИА во главе с ее руководителем Айратом Зариповым. Журналистов интересовала уникальная распределенная система педагогического образования Казанского федерального университета. Ректор Ильшат Гафоров встречал гостей и провел по институтам университета, где проходят обучение будущие учителя и внедряются новые образовательные технологии. Это институт физики Казанского федерального университета, институт психологии и образования, институт международных отношений и институт филологии межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет разработки стратегии развития полилингвальной школы в республике в марте месяце провел более 4 часов в КФУ, погружаясь в тему. Он сам лично обошел все 4 института Казанского федерального университета, знакомясь с уникальной системой распределенного непрерывного образования в КФУ. Я вам должен сказать, что вообще федеральный университет очень серьезно оснащается благодаря усилиям ректора, а в целом коллектива и повышается рейтинг, международный рейтинг. Я считаю, что это большое счастье. Система распределенного образования позволяет будущим учителям-предметникам обучаться в профильных институтах Казанского федерального университета. То есть будущие учителя физики обучаются в институте физики, будущие историки в институте международных отношений КФУ, филологи и лингвисты в институте филологии межкультурных коммуникаций КФУ, а педагогику студенты осваивают в институте психологии и образования. Ректор Ильшат Гафуров встречал гостей в институте физики Казанского федерального университета. Будущие учителя стажируются прежде всего в моделях классов, вы их посмотрите. Дальше они проходят практику наших лицеев двух, IT-лицеи и лицеи Лобачевского, а дальше у нас есть 120 базовых школ. У нас два лицея входят в сотню лучших лицеев России, в России более 50 тысяч. И оба лицея входят в наши лицеи Лобачевского, по-моему, 74 место занимает и 50 какое-то место занимает IT-лицеи. Поэтому и 120 в том числе, и 131 школа. Зарубежную практику проходят в основном будущие физики, и будущие химики, и будущие медики. Будущим учителям мы считаем достаточно для того, чтобы они проходили здесь практику, если они собираются идти в школу. Если они собираются остаться в университете, то они на уровне магистратуры и аспирантуры, а без аспирантуры у нас обычно никто не работает в университете, то есть здесь они должны выполнить квалификационную работу, то есть как минимум стать кандидатами наук. После этого они получают право работать в университете. Они в период обучения в магистратуре и в аспирантуре проходят стажировки, кто полугодовые, кто трехмесячные, кто годовые, в зарубежных наших партнерских университетах. В том числе в Дрездене. Значит, почему там? Потому что там классический университет готовит будущих подорогов. В ходе разговора с журналистами вышли на тему прохождения практики студентами зарубежных университетов в Институте физики Казанского федерального университета. В частности, речь зашла об австрийских студентах университета Инсбрука и британского колледжа Тринити. Они дают всю цепочку необходимую для прохождения практики для будущих физиков. Точно так же в других предметных областях, там только в других институтах. Значит, почему он вспомнил о профессоре Гримма? Дело в том, что здесь проходят практику и зарубежные студенты. То есть, наоборот, они приезжают к нам и здесь работают и проходят практику. И наш физический практикум включен в образовательный процесс этих студентов. Поэтому, почему наши должны, я еще раз как-то обращаю внимание, почему должны наши проходить за рубежом, когда у них не лучше, а в некоторой степени даже хуже оборудования, чем у нас? То есть, это просто блеф, который пустили когда-то. Когда Тринити колледж более 400 лет, но они приезжают учиться к нам. Тринити колледж более 400 лет университета, но они приезжают учиться к нам. Следующим объектом изучения стал Институт психологии образования КФУ. Школьное образование напрямую связано с подготовкой учителя. И сейчас практически, наверное, можно на пальцах одной руки пересчитать страны, которые не имеют проблем с подготовкой учителей, вообще с учителями. И даже удивительно, в Великобритании, США, Германии не хватает учителей. Говоря о качестве подготовки преподавателя университета, Айдар Калемулин привел пример тщательной системы отбора. Честно говоря, наверное, будет необычно услышать, кандидаты наук у нас работают несколько лет, постепенно имеют там нагрузку четверть ставки, и только в течение трех-четырех-пяти лет они получают преподавательскую долг. Это, опять-таки, показатель качества. По подготовке учительских кадров, значит, сам Мощерпорский педагогический университет и Московский педагогический университет по объемам или по масштабу являются такими же. Они больше нас по подготовке, мы где-то примерно 9 тысяч учителей готовим, будущих учителей, они чуть побольше, во всех предметных областях. В то же время, если говорить о научных исследованиях в области педагогического образования по международному рейтингу, вот здесь были показаны рейтинги ТАИС, КОЭСы, которые мы занимаем чуть худшие позиции, там 10-10-300 промежуток мы занимаем. Мы тоже делаем первую тройку. Если о научных разработках, то это НГО, высшие школы экономики и мы. Еще одной новостью, озвученной в ходе встречи, стало известие о вхождении научного журнала образования и саморазвития в базу данных КОПУС. Примечательно, что научным редактором журнала, издаваемого Казанским университетом, является известный ученый, приглашенный профессор КФУ Ник Ражби, который в течение 22 лет был редактором журнала British Journal of Education Technology. Ректор Ильшат Гафуров напомнил, что журнал этот еще в недалеком прошлом критиковался на всех уровнях, но сегодня в результате целенаправленной работы становится авторитетным изданием, признаваемым Международным научным сообществом. Коллеги, суд в том, что физика, химия – это те предметы, где очень важна лабораторная составляющая. И вот в последние годы спросите у своих детей, либо они по книгам смотрели, объясняли на пальцах, либо симуляционные фильмы, как это примерно должно быть. Уже известно, что Казанский федеральный университет станет центром ответственности за подготовку учителей полилингвальной образовательной среды в Приволжском федеральном округе. Реализовывать инициативу будут в Институте международных отношений и в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, где подготовлена вся необходимая инфраструктура, в том числе модельные классы. Журналистам предоставилась возможность ознакомиться с наработками университета в этом направлении. В завершении пресс-тура ректор Лешат Гафуров ознакомил журналистов с общей презентацией университета. Казанский федеральный университет с каждым годом повышает свои ставки. По крайней мере, именно об этом говорят мировые научно-образовательные рейтинги. И вот буквально на днях пришла информация о продвижении Казанского федерального университета в рейтингах ЭРИС, Европейской научно-промышленной палаты. ЭРИС существует уже восьмой год. С каждым годом количество участников возрастает. Мировые рейтинговые агентства принимают во внимание ВВД ЭРИС для своих оценок. Целью составляя рейтинга ЭРИС является оценка возможности вузов обеспечить студентов необходимыми знаниями, участием в научно-исследовательской деятельности, а также возможностью напрямую общаться со своими работодателями. Рейтинг обрабатывается автоматически, что уже здорово, полностью исключая человеческий фактор. Это устраняет, кстати, и недостатки шанхайского рейтинга, где основным фактором является наличие в вузе Нобелевского ряда или Куэкварели Саймонс, где присутствует случайный выбор экспертов. Согласно рейтингам ЭРИС, Казанский федеральный университет демонстрирует весьма впечатляющую динамику в своем развитии. Судите сами. В 2013 год университет занимает 30-ю позицию среди российских вузов, а уже в этом году он выходит на 8-ю позицию. Причем, если сравнить с 2018 годом, то происходит движение на две позиции вверх. Впрочем, давайте посмотрим сюжет, в котором проректор Казанского федерального университета Марат Сафиулин об этом расскажет более компетентно и профессионально. Казанский федеральный университет вновь вошел в международный рейтинг высших учебных заведений АРАС-2019. КФУ занял восьмую строчку среди российских вузов, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом. Рейтинг придерживается европейского стандарта, что не характерно для других рейтингов вузов, и тесно связан с европейскими работодателями. Этот рейтинг, он, скажем так, показывает европейский взгляд на вещи. То есть выигрышнее выглядят в этом рейтинге те университеты, которые участвуют в европейских научно-образовательных программах. Рейтинг основан на таких показателях, как научная деятельность, востребованность выпускников, информатизация, международное признание профессорско-преподавательского состава, взаимодействие с работодателями, членство в европейских академиях наук и награды, выданные подразделениями Европейской торгово-промышленной палаты и Еврокомиссии. Они оценивают образовательный процесс, оценивают сотрудничество, ну, большей части тоже с европейскими вузами в области науки, инновационную составляющую, инфраструктурную составляющую. И вот для нас очень важно, что с 2013 года, где-то мы были на 30-х и выше позициях, мы в России имеется в виду, то есть, да, вот мы поднялись на восьмую. Оценка вуза выносится в виде категории качества. Всего их четыре. A, B, C и D. Каждая категория разбита на подкатегории. Наилучшая оценка – ААА. Казанский федеральный университет получил оценку ААА. На днях Европейская научно-промышленная палата представила очередной ежегодный рейтинг Международных высших учебных заведений – ААИС-2019. Данный рейтинг составляется по-странному. И в рейтинге этого года наш Казанский федеральный университет занял почетное восьмое место, продвинувшись на две ступени по сравнению с тем же прошлогодним рейтингом. Так что это за такой рейтинг? Он относительно новый. Он начал составляться с 2013 года. В отличие от древних проверенных, зарекомендовавших себя рейтингов, таких как КУЭС, Таймс Хай Эдюкейшн или Шанхайский рейтинг, этот сравнительно молодой рейтинг имеет ярко выраженную европейскую окраску. То есть он отражает интересы европейских работодателей, мнение экспертов от этих европейских работодателей в плане востребованности того или иного российского ВУЗа. И еще сюда закладываются критерии оценки соответствия европейским стандартам высшего образования. Напомню вам, что в 2013 году Казанский федеральный университет стартовал лишь всего с 20-х позиций в данном рейтинге. И сегодня уже такой положительный результат, он лишь отражает усиливающийся год от года тенденцию к интеграции в европейское научное сообщество, востребованности наших учеников, выпускников на европейской арене, у европейских работодателей. Поэтому, столь высокое место нашего ВУЗа не может не радовать не только нас, выпускников, но и служит определенным маркером, ориентиром для тех, кто задумывает связать свою судьбу с нашим университетом. Мировой кризис образования коснулся всех стран из всех континентов. Кадровый голод на учителей повсеместен. Оглубляется кризис и социальным расслоением во всем мире. В то же время Казанскому федеральному университету удалось разработать свои оригинальные подходы к педагогическому образованию. Что, кстати, не замедлило сказаться на глобальных рейтингах университета. И Казанский федеральный университет, к удивлению многих, вошел в топ-125 лучших ВУЗов мира по педагогическому образованию. Не случайно профессор Роза Валеева была приглашена Европейской ассоциацией педагогического образования со своим докладом в Европарламенте о модернизации российского педагогического образования. Причем доклад основывался именно на опыте Казанского федерального университета. Мамы об этом уже рассказывали в наших предыдущих программах. И надо отметить, что Роза Валеева была единственным представителем России на этом семинаре. Это неудивительно, поскольку члены многие Европейской ассоциации педагогического образования бывали не раз на крупнейшем международном педагогическом форуме, который соберется в пятый раз в Казанском федеральном университете в этом году, 28-31 мая. Количество участников форума со всего мира постоянно увеличивается. С каждым годом форум собирает все больше и больше университетов со всего мира. В этом году, скажем, помимо российских участников, будут представители со 140 вузов мира. На пятый международный педагогический форум зарегистрировалось рекордное количество участников, около 800. И крупнейший международный педагогический форум с каждым годом становится все более престижным в научном мире событием. Здесь обсуждают насущные проблемы мировой педагогической науки. Ученые со всего мира с 28 по 31 мая в пятый раз приедут в Казань, чтобы обсудить актуальные проблемы подготовки учителя в России и за рубежом. Пятый год подряд Институт психологии и образования Казанского федерального университета под эгидой Российской академии образования и Министерства образования и науки Российской Федерации на самом высоком уровне проводят ставшие традиционным форум для представителей сферы образования и психологии со всего мира. За эти пять лет наш форум состоялся как очень значимое научное событие не только в России, но и в странах Европы. И сейчас это крупнейшая площадка по обсуждению проблем подготовки учителей школьного образования в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. В 2015 году на первый международный форум по педагогическому образованию приехало 100 участников. Шесть из них – иностранные ученые. Сейчас на форум было подано более 600 заявок. Именно столько ведущих ученых и практиков из 200 российских и 70 зарубежных вузов приедут с 28 по 31 мая в Казань. В этом году мы принимаем уже более 600 участников, которые представляют более 200 российских и зарубежных университетов. В том числе 70 из них – это зарубежные университеты и более 120 участников будут представлять лучшие университеты Европы, Соединенных Штатов Америки, Китая и других стран. Всего в рамках пятого международного форума по педагогическому образованию будет работать три секции, на которых в качестве спикеров выступить представители университетов Оксфорда, Гарварда, Аризоны, Глазго, Дрездена и других престижных университетов мира, входящих в сотню лучших вузов мира по данным рейтинга КОЭС. В этом году тема нашего форума посвящена профессиональным компетенциям педагога, но внутри форума есть три конференции, посвященные отдельным аспектам педагогического образования. Форум дает педагогам из разных стран возможность познакомиться с передовой практикой педагогического образования за рубежом, обменяться учебными технологиями, материалами, опытом работы. Мы в лице своего форума создаем площадку для обсуждения наиболее сложных проблем, для поиска решения этих проблем, различных подходов и создаем своеобразный мост между российскими, зарубежными исследователями. Еще раз напомним, что пятый международный форум по педагогическому образованию пройдет в Казанском федеральном университете с 28 по 31 мая. Первый федеральный телеканал сообщил о подготовке к запуску Международной космической астрофизической обсерватории «Спектр-Энген-Гамма». В проекте участвуют две страны — Россия и Германия. Запуск Международной космической астрофизической обсерватории «Спектр-Энген-Гамма» назначен на июнь месяца этого года. Научным руководителем проекта является академик Российской академии наук Рашид Сюняев, почетный профессор Казанского университета, член попечительского совета. Важно то, что Казанский федеральный университет вплотную задействован в этом проекте. В рамках приоритетного направления островызов наши астрономы будут обеспечивать наземную поддержку проекта. Будут задействованы все ресурсы университета, включая российско-турецкий полутораметровый оптический телескоп. Основная цель проекта — построить карту Вселенной со всеми крупнейшими скоплениями галактик, а их около 100 тысяч. А также зарегистрироваться сверхмассивные черные дыры. Их тоже немало — около трех миллионов. Российско-немецкий космический телескоп «Спектрингенгамма» готовится к запуску в июне 2019 года. Об этом в новостях сообщил Первый канал. Участие в проекте принимает почетный профессор Казанского Федерального университета Рашид Сюняев. Астрофизическая обсерватория «Спектрингенгамма», как и другие космические телескопы серии «Спектр», проектировались и строились с середины 90-х годов. Первоначальный план предполагал, что она будет запущена в 1995 году. К сожалению, все мы знаем, что произошло тогда с нашей великой страной. Она очень быстро стала другой, распалась в действительности. У страны стало в два раза меньше населения. И, в общем, все стало по-другому. И через несколько лет нам сказали, что в стране такая программа и такие большие миссии не по карману. И что у нас появляется проект. Проект был возобновлен в начале нулевых. Новая версия Космической обсерватории «Спектрингенгамма» была создана в НПО имени Лавочкина. На нем установлены два телескопа. Рентгеновский, созданный в Институте внеземной физики общества Макса Планка Германия, и гамма-телескоп, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове. Чтобы исследования были разумно распределены, все небо между немцами и Россией разделили пополам. Один из главных вопросов, на который должна ответить космическая обсерватория «Спектрингенгамма» – как проходила эволюция галактик. Орбитальная обсерватория будет наблюдать в течение четырех лет, сканировать все небо в рентгеновском диапазоне. И это самый такой продвинутый, самый чувствительный обзор неба планируется создать за эти четыре года. То есть не просто отдельно какой-то объект будет наблюдаться, а вот в результате восьми сканов, которые будут получаться каждые полгода, за четыре года будут получены восемь сканов, будет обнаружено огромное количество новых рентгеновских источников излучения. Это сверхмассивные черные дыры, белые карлики, нейтронные звезды, на которых идет аккреция вещества. Это новые массивные скопления галактик. То есть это тот мир, который мы не можем увидеть с Земли. Участие КФУ в столь масштабном проекте обусловлено успешным участием астрономов Казанского университета в проекте «Интеграл». Я не думаю, что многие университеты в России могли бы похвастаться вот таким участием. Так что это составляет определенную гордость для нашего Казанского университета, что мы участвуем в одном международном проекте, теперь во втором, который будет реализован начиная с июня 2019 года. Так что неудивительно, что Рашид Олеевич, благодаря своему энтузиазму, большой заинтересованности в подготовке кадров, конечно, он был признан почетным профессором Казанского университета, является почетным членом Академии наук Республики Татарстан и так далее, и так далее. Так что без Рафида Олеевича, конечно, вот такие успехи в освоении космоса, который проводит Казанский университет, конечно, это было бы очень-очень затруднительно. Отнюдь не только это повлияло на участие КФУ в столь масштабным и значимым для России проекте, еще одна причина состоит в том, что у Казанского университета есть полутораметровый оптический телескоп. И вот в 40 километрах от Антальи, ну, на том самом, рядом с дорогой, по которой Александр Макетонский в свое время вел свои войска на Индию, самый краткий путь от Синцентра и так далее, через Тавр, так вот, там стоит этот телескоп сейчас, по сегодняшним понятиям, всего полтора метра диаметром. Но это, я хочу сказать, путешествие публикаций одной из лучших, один из лучших астрономических институтов, один из лучших астрономических инструментов. Астрономы Казанского федерального университета в рамках приоритетного направления «Астровызов» в данном проекте будут осуществлять наземную поддержку космической обсерватории «Спектрингенгамма». Вы знаете, есть аспиранты, тоже вот этой же группы, которые будут участвовать в обработке данных, непосредственно со спутника. Ну, это, так сказать, основное, для чего нам в проекте важна Казань, это то, что будет могучая наземная поддержка на телескопе, который пока что работает как пространство. Предполагается, что обсерватория будет вести наблюдения 6,5 лет. Из них 4 года аппарат будет вести общий обзор неба, а 2,5 года будут наблюдать отдельные объекты по заявкам ученых. Буквально недавно, в конце апреля, произошли кадровые изменения в Казанском федеральном университете. Произошло назначение нового главврача университетской клиники Казанского федерального университета. Бывший главврач Алимир Абашев пересел в кресло заместителя министра здравоохранения Татарстана. А бывший первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Сергей Осипов возглавил университетскую клинику КФУ в качестве главврача. Краткая справка. Сергей Осипов родился в 1969 году, в 1992 окончил КГМУ, лечебный факультет, в 2005 году юрфак ТИСБИ, кандидат медицинских наук. С 1994 по 2000 год – ассистент кафедры инфекционной болезни КГМУ. С 2000 по 2011 – зав. отделением врач-инфекционист Республиканской инфекционной клинической больницы. С 2011 по 2013 год – замминистра здравоохранения Республики Татарстан. И с 2013 по 2019 – первый заместитель министра здравоохранения Татарстан. План на самом деле достаточно широкий. Прежде всего, это план создания единой неделимой университетской клиники по образцу лучших западных клиник. То есть это полное слияние науки и практики на единой площадке и быстрое внедрение научных разработок с одной стороны в практику, с другой стороны заказ практики на научные разработки. Это основное, что мы должны сделать и, соответственно, это будет в ближайшее время реализовываться. Клиника университета – это структурное подразделение здравоохранения Республики Татарстан. Соответственно, все задачи, которые поставлены перед здравоохранением Республики Татарстан, касаются нас в полном объеме. В том числе мы ответственны и за реализацию целей национальных проектов, которые были озвучены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И наша работа будет направлена на то, чтобы Республика максимально эффективно реализовала поставленные перед нами задачи. Чем университетская клиника отличается от прочих больниц и поликлиник Казани? Какие уникальные услуги могут получить ее пациенты? Хотя с момента образования клиники КФУ прошло уже почти 4 года, в оборудование и ремонт вложены колоссальные средства, а ответы на эти вопросы по-прежнему висят в воздухе. Собственно, отсутствие этих ответов, вероятно, и стало причиной недавних кадровых ротаций в КФУ медсанчасти. Ротации, в результате которых сменился главврач в университетской клинике и ряд заведующих отделений. И хотя в отношении главврача наш местный татарский политест был полностью соблюден, он был отправлен на повышение в Министерство здравоохранения РТ, причину рокировки это не отменяет. Руководство университета совершенно не устраивают темпы преобразования в клинике. Темпы, которые не соответствуют той амбициозной задачей, которая ставилась при создании университетской клиники, задачей создания самого передового лечебного учреждения в регионе за счет опоры на научный потенциал университета. Кстати, вполне возможно, спусковым крючком, давший старт ротации, стал недавний визит в Казанский университет академика Российской академии наук профессора московского физтеха Вадима Говоруна. Его лекция о перспективах персонализированной медицины и проблеме ее внедрения была прочитана для руководства КФУ. И всем, кто интересуется будущей медицины, будущей отечественной медицины, я рекомендую послушать эту лекцию. Ее запись выложена на нашем канале. Владимир Говорун привел ряд примеров, которые показывают потенциал цифровизации и информатизации в медицине. Примеры, когда рядовые провинциальные государственные больницы, используя возможности современных технологий, добиваются выдающихся результатов минимальными средствами. В частности, пример небольшой Ярославской области, в которой была выстроена система ранней диагностики рака желудка путем подключения всех медучреждений в единую телекоммуникационную сеть. И данные всех эндоскопий, сделанных в районных больницах, автоматически отправлялись в областной энкоцентр и инспектировались опытными специалистами на предмет выявления признаков начального рака. Тех признаков, выявить которые у районных врачей просто не хватало квалификации. И они достигли таким способом просто потрясающих результатов. Смертность от рака желудка в отдельно взятой Ярославской области упала в два раза с 40 смертей на 100 тысяч человек до начала эксперимента и до 20. Это почти японский результат. Кроме того, на выходе они получили целую когорту врачей, способных диагностировать рак на желудке на самых ранних стадиях из числа тех самых медиков, тех самых районных больниц, которые прежде такими знаниями не обладали. Другой запоминающийся пример – это городская больница в Подмосковом-Одинцово, где запущен пилотный проект удаленной диспансеризации населения посредством селфи, да-да, тех самых селфи, которые многие из нас так любят делать через специальные программы и приложения. Эти программы и приложения позволяют мерить пульсовые волны, частоту сердечных сокращений, определять по состоянию кожи, признаки гипертонии, диабета и т.д. на основе изображения с камер смартфона. Это совершенно иной уровень диспансеризации населения. К больнице прикреплено 40 тысяч человек. С запуском проекта возможность диспансеризации увеличится до 400 тысяч человек при том же количестве медперсонала. Нужен лишь сервер, который будет хранить эти данные, оповещать владельцу телефона сделать утреннее селфи и вызывать человека на прием к профильному врачу, если программа обнаружит признаки заболевания. Ничего подобного, увы, в университетской клинике пока не внедряется и не используется. Год-два, по оценкам Говоруна, столько отведено время, чтобы успеть запрыгнуть в пояс цифровой медицины. Кто не успеет, то станет неконкурентоспособным. Вполне возможно, эти выводы и послужили толчком к кадровым изменениям в университетской клинике. Рейтинговое агентство «Райэксперт» провело ежегодные исследования, посвященные поступлению школьников в лучшие вузы России. Два лицея Казанского федерального университета вошли в сотню лучших средних школ России. Это IT-лицей Казанского федерального университета и лицей имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ. Мы уже рассказывали о продвижении университета в рейтингах ЭРИС, согласно которому университет в России в 2019 году поднялся на две позиции с 10 на 8. Также мы говорили о продвижении университета мировой педагогической науки с хождением в топ-125 лучших вузов мира. Так вот, все эти события взаимосвязаны, поскольку лицеи, именно лицеи являются площадкой внедрения и апробации новых образовательных педагогических технологий Казанского федерального университета. Лицеи Казанского федерального университета вошли в топ-100 лучших школ по конкурентоспособности выпускников по версии рейтингового агентства «Эксперт.РА». Исследование основано на анализе данных выпускников, поступивших в ведущие российские вузы в течение последних двух лет. IT-лицей КФУ занял 66 место. Лицея имени Лобачевского расположился на 70-й позиции. Лицея находится в активном взаимодействии с другими структурами университета. «Поскольку есть очень большой педагогический блок и много студентов обучаются педагогическим специальностям, это опорные площадки для того, чтобы и наши преподаватели отработали свои образовательные технологии, так и с другой стороны, чтобы это была хорошая база практики для наших студентов. И поэтому все, что новое мы черпаем или все новое, что мы создаем, мы стараемся реализовать там». Были составлены и другие рейтинги, например, 50 лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки. В рейтинге лучших школ в сфере технические, естественно научные направления и точной науки IT-лицей занял 34 место, а лицея имени Лобачевского — 45-е. «Все, что у нас есть в физико-математических компетенциях, математики, и войти мы как раз и сконцентрируем, потому что это самые проблемные направления не только для республики и для нас, но и в целом в мире сейчас именно эти тренды, они определяют качество высшего образования». Также составлен список школ, лидирующих по абсолютному количеству выпускников, зачисленных ведущие российские вузы. Лицея имени Лобачевского КФУ расположился на 93-м месте, айти-лицей КФУ — на 154-м. Впервые в этом году был составлен рейтинг школ по федеральным округам. Публикуемый рейтинг по субъектам федерации выявляют школы, вносящие наиболее заметный количественный вклад среди школ округа в пополнение студентами лучших университетов страны. Лицея имени Лобачевского по Приволжскому региону занял 10-е место. ТАСС уполномочен заявить. Эта фраза в средствах массовой информации в советские времена заставляла сдрагивать и внимательно изучать передаваемые сообщения. Времена, конечно, уже другие. Тем не менее, ведущее информационное агентство России сохранило свои позиции на медиапространстве страны. И ТАСС сообщает, ученые Казанского федерального университета синтезировали наночастицы для адресной доставки лекарства в организм человека. Ученые КФУ разработали, синтезировали вещество очень малых размеров. Наночастица для доставки лекарств статья об этом была опубликована российским информационным агентством ТАСС. Их размеры составили около 100 нанометров. При таком размере наночастицы смогут проникать через клеточные мембраны в организм человека. Эти наночастицы будут быстро разлагаться под действием воды, кислорода и бактерий. Мы использовали полимолочную кислоту и сделали ее гибрид с макроциклом, который называется ТЕКОЛЕКСОРЕН. Это так называемая чашеобразная молекула. Такой наш выбор был обусловлен тем, что в принципе хорошо известно, что полимолочная кислота применяется достаточно широко в лекарственных средствах. То есть это еще с середины прошлого века, с 80-х годов уже были использованы средства доставки на основе полимолочной кислоты. Наночастицы образуются от синтеза полимолочной кислоты и ТЕКОЛЕКСОРЕНа. ТЕКОЛЕКСОРЕН является нетоксичной, хорошо изученной платформой, обладающей рядом достоинств. В нашем случае ТЕКОЛЕКСОРЕН был взят для того, чтобы придать определенную структуру молекуле, то есть поменять возможные ее какие-то свойства в плане растворимости, устойчивости к разложению. Эти наночастицы могут использоваться для более эффективной доставки лекарств в организм при целом ряде заболеваний. Данное вещество выступает как вспомогательный компонент, который может быть перемешан с лекарствами и помогает постепенно высвобождаться в организме человека. Она достаточно легко разлагается просто в воде либо в присутствии микроорганизмов, таким образом из организма достаточно легко выводится. Причем стоит отметить, что важным свойством является то, что эта полимолочная кислота может очень постепенно разлагаться, то есть вводя какие-то добавки, регулирует скорость ее разложения. Соответственно, если это берет какой-то имплант, то лекарственное средство, например, антибиотик, из него может выделяться в течение 3-4 месяцев. Соответственно, это как раз требуется для полного вживления и так далее. Еще одним направлением может стать использование данного вещества наночастиц при распечатке тест-систем, которые сейчас разрабатывают сотрудники кафедры аналитической химии Химического института имени Бутлера ВКФУ. Тест-системы позволяют анализировать наличие в человеческой крови или моче определенных компонентов. Стоит отметить, что в исследовании также принимали участие специалисты Института органической и физической химии имени Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук РАН и коллеги из Института синтетических полимерных материалов из города Москва. Итак, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универт ТВ». И если вы хотите посмотреть записи нашей программы и передачи, то вы можете это сделать, посетив наш сайт. Сделать это несложно. Наберите в Яндексе или Гугле студенческий телеканал «Универт ТВ» и нажимайте на ссылку, которая появляется. И вот вы уже на главной странице нашего телеканала. Здесь мы выкладываем все программы, сделанные сотрудниками университетского телеканала. Всего доброго, вел программу Ильдар Каримов.